Всем привет! Вы на канале Советы Стоматолога, и сегодня я хочу поговорить с вами про воспаление дёсен. Наверное, каждую рабочую смену у меня происходит с пациентом один и тот же диалог. Я спрашиваю, что пациента беспокоит, мне говорят, ничего, вообще всё хорошо. И потом я уточняю, кровоточат дёсны или нет. Мне всегда говорят, что да, ну почти всегда, ладно. И, соответственно, пациента это не беспокоит, потому что это заболевание с ним уже давно, и на это перестают обращать внимание. И, соответственно, я всем хочу сказать, что если у вас кровоточат дёсна на регулярной основе, это не является нормой. Пусть это происходит уже очень давно. Чаще всего это симптом достаточно серьёзного заболевания, от которого можно потерять зубы когда-то часть, когда-то все. И ещё достаточно часто пациенты сваливают все свои проблемы, особенно с полости рта, на наследственность. Да, она играет роль, но далеко не такую, которую ей пациенты отводят. То есть в развитии или не развитии какого-то заболевания, но на наследственность приходится процентов 6-7. Например, 50% это на личную гигиену, но обо всём этом мы поговорим чуть позже. Для начала давайте разберём причины возникновения воспаления и кровоточивости дёсен. Наверное, первое и самое важное – это скопление налёта, который превращается в зубной камень, который начинает травмировать механически десну. Плюс там живёт большое количество микроорганизмов, которые тоже выделяют продукты жизнедеятельности, и это воспаляет десну. Вот, кстати, наглядный пример действия зубного камня на десну. Это молодой человек обратился ко мне с кровоточивостью дёсен. Профгигиена не делалась ни разу. И, соответственно, здесь надо было просто всё хорошо вычистить, убрать зубные камни и дать рекомендации по средствам гигиены и по домашней чистке зубов. Вторая фотография ниже – это результат после двух недель после профгигиены. Соответственно, пациент старался, выполнял все рекомендации. Как вы видите, десна вокруг зубов бледно-розовая, никаких признаков воспаления, никаких признаков налёта и зубного камня. И мы с пациентом остались полностью довольны. Вторая причина – приходится на старые пломбы, старые коронки, которые уже некачественно прилегают к зубу, под ними тоже копится инфекция и вызывает вот такое раздражение слизистой. И третья причина – это какие-то общие заболевания. Например, есть такое заболевание, как гингивит беременных. Это когда на гормональной перестройке воспаляются и кровоточат десна. И как только беременность проходит, все воспалительные явления в полости рта тоже проходят. Но сегодня я хочу поговорить с вами именно о зубном камне. Я, конечно, понимаю, всё не любовь к стоматологам и к тому, что они с вами делают на приёме. Но, пожалуйста, не надо ковырять там зубной налёт или зубной камень зубочистками там или ещё чем-то. Не надо полоскать рот спиртом, например. У меня были пациенты, которые полоскали рот зелёнкой, прикладывали чеснок к десне. И какого-то лечения вы не добьётесь. Я, конечно, понимаю, что у нас старое такое стереотипное мышление, что вот если жжётся, если больно, значит всё хорошо работает. Нет, в полости рта это не так. Кстати, была ещё одна пациентка, которая почистила зубы с мылом. Вот это тоже было забавно. В лучшем случае такими методами вы добьётесь ожогов слизистой, ну и каких-то неприятных там реакций, дискомфорта. В худшем вы добьётесь некрозов и поездок в честь на лицевую хирургию. Поэтому, пожалуйста, так делать не надо. Зубной камень целиком и полностью аккуратно для зубов и для десны убирается только во время профессиональной гигиены, на которую надо ходить каждые полгода, вне зависимости от состояния зубов, от состояния дёсен, от возраста. Ходить нужно всем. Даже если у вас уже нет своих зубов, там или они закрыты полностью коронками, либо у вас там, не знаю, все коронки на имплантах, профессиональную гигиену тоже надо делать. Потому что даже на имплантах есть осложнение, которое называется периимплантит. И он может возникнуть через несколько лет после того, как вы закончили всё лечение, как раз из-за зубных отложений, из-за вот этих микроорганизмов, которые разрушают костную ткань вокруг импланта. У меня были такие случаи в практике, и я теперь каждому своему пациенту на приёме говорю, что даже искусственные зубы надо чистить. Даже съёмные протезы надо чистить от налёта и от камня. К тому же, если вы соблюдаете все рекомендации врача, если вы ходите регулярно на профессиональную гигиену, эта процедура будет напоминать такую спа-процедуру, спа-массаж для зубов. И это достаточно приятно. Но если ещё там квалифицированный стоматолог и хорошее оборудование, на котором он работает. Конечно, если вы это запустили на 10-20 лет и пришли к стоматологу, скорее всего, будет неприятно, но это только первый раз. Дальше, пожалуйста, следите. К тому же профгигиена – это очень хорошая профилактика кариеса и заболевания дёсен. Поэтому это действительно надо делать, даже если ничего не беспокоит. Особенно, если ничего не беспокоит. Второй вопрос – это когда вы регулярно делаете профессиональную гигиену, соблюдаете рекомендации, а кровоточивость у вас не проходит. И там вы поменяли, не знаю, все пломбы, поставили коронки, а кровоточивость, она сохраняется. Тогда нужно поменять врача. Честно, потому что не все работают, умеют работать под десной, не все умеют вычищать под десневые камни, и их не видно, их можно найти только тактильно или увидеть по воспалению десны в этой области. И это уже надо обращаться к врачам-парадонтологам. Но, конечно, это в идеале делать перед тем, как вы ставите пломбы, ставите коронки на зубы. И, конечно, возвращаясь к теме наследственности, она играет роль. Но по большей части важна индивидуальная гигиена, важно соблюдение всех рекомендаций, которые дает вам стоматолог, регулярности посещения, потому что раз в полгода нужно на осмотр ходить, нужно ходить на профгигиену, хотя бы раз в год делать рентгеновский снимок, чтобы исключить все какие-то скрытые заболевания. И тогда какие-то болезни зубов, они будут либо исключены вообще, либо риски их возникновения снизятся практически до ноля. И на этом, я думаю, что мы закончим обзор. Я очень надеюсь, что вы подчеркнули для себя важную и актуальную информацию. Если что-то еще будет интересно по лечению десен, по профилактике, по домашнему уходу за зубами, не стесняйтесь, пишите комментарии. Я стараюсь всем отвечать, иногда не сразу, потому что я очень загружена на работе, но тем не менее. Всем отвечу. А так всем спасибо за внимание и до новых встреч. – Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...